здравствуйте и позвольте разжечь мой сегодняшний собеседник ахмед закаев человек очень известный и в чеченской республике и в россии и к нему накопилось очень много вопросов здравствуйте ахмед халидович здравствуйте александр ахмед халидович почему рамзан кадыров именно сегодня именно сейчас решил устраивать столь вопиющие провокации вот эти записи в инстаграм тортометание в касьянова вы знаете есть два таких варианта говорят что это первое это месяц путину о личной преданности и второе это начало его собственной предвыборной президентской кампании в россии вы разделяете эти мнения или у вас есть какое-то свое не вот в данном случае я наверное не соглашусь ни с первой ни второй позиции потому что у меня по этому поводу есть свое мнение потому что вы знаете да что последние 20-25 лет я в принципе был вовлечен во все политические процессы которые шли и в россии и в чечне и я знаю кто такой кадыров это вы сейчас два этих момента которые вы отметили это следовало бы ожидать от свободного самостоятельного политического деятеля рамзан кадыров это а проект путина исключительно путина даже это человек не системы его создавал лично путин и он сегодня находится под абсолютным контролем путина и все что он делает и все что происходит сейчас и его теперешняя активность и его выпады в сторону оппозиции и то что произошло вчера все это работа кремлевских политтехнологов которые работают с ним он сегодня начал выполнять функции так такой страшилки вы помните возникновение владимира вольфовича жириновского на политической арене в россии конечно помню конечно и вы помните вот в принципе уже вот эти последние 20-25 лет он являлся своего рода вот таким ну он выражал или доводил до населения или как бы зондировал или зондировал почву вот прежде чем кремль или власть в россии вынесет какое-то решение они через жириновского как обык как правило проводили вот такой такой обороны и вот сегодня на смену жириновскому пришел так рамзан кадыров я вас уверяю вот просто один звонок путина или же кого-либо из администрации путина кадырову все эти вопросы или все вот эти его выкрутасы которые он вытворяет принципе доводя до до какого-то абсурда меня во всем этом знаете александр больше беспокоит то что вот все его поведение и все что он делает сегодня как бы начался такой такая антикадыровская истерия да которая постепенно переходит и перейдет я уверен в том что вот античеченскую истерию вот это меня больше всего беспокоит и вот это меня и тревожит во всем этом потому что никакого выхода из-под контроля кадырова нет значит те политтехнологи которые сегодня направляют его и против оппозиции системной там несистемный и наталкивают его на те вещи которые он сегодня делать я думаю что это делать с каким-то умыслом и я боюсь что они подготавливают общественное мнение не только против кадырова ну и против всех чеченцев как это было 90-е годы перед началом первой военной кампании как это было девяносто седьмой восьмой девятый год перед началом второй военной кампании и вот последние полгода идет вот такая активная работа по демонизацию чеченцев ахмед халидович вот в последнем нашем разговоре андрей андреевич пианковский сказал об опасности начала третьей третьей чеченской войны такая опасность существует реально действительно на самом деле я абсолютно согласен с господин пианковским я читал его заметки статьи и даже слушал его вашей вашей передачи я с ним абсолютно согласен я думаю что вот такая подготовительная работа для начала третьей военной кампании вот она ведется и я думаю что это уже как бы делается совместно вот так называемой не системной оппозиции и спецслужбами потому что то что сегодня происходит и то что делает сегодня кадыров по отношению вот этим людям которые якобы находятся в оппозиции путину они вполне допускают что они в оппозиции путину но они сегодня контролируется частью тех силовиков которые хотят развязать третью чеченскую войну мне доводилось слышать такое мнение что если утром путин перестает существовать то уже после обеда в грозном головой кадырова будут играть в футбол это правда знаете я сто процентов уверен в том что как только не станет путина в кремле да кадырову осталось кадыру останется два три дня или же начнется начнутся крупномасштабные военные действия со стороны россии со стороны силовиков которые в принципе лютой ненавистью ненавидят его и они начнут наводить опять-таки конституционный порядок и это в конечном итоге выльется в то что россия если начнется такая такого масштаба военные действия россия превратится россия перестанет существовать вот именно в том виде которым мы ее знаем и в границах и она должна будет трансформироваться какое-то другое государственное образование но я уверен в том что она перестанет существовать как единое унитарное государство который мы знаем сегодня поэтому это абсолютно рискованные действия которые сегодня вынашивают силовики с тем чтобы начать войну а относительно кадырова есть выход если путин сегодня решить на самом деле обуздать его он это сделает беспроблемно но если он будет продолжать вести вот эти игры через кадырова с оппозицией это может вылиться уже какой-то 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 мощную протестную акцию против самого путина вы находитесь сейчас в лондоне и вот у меня в связи с этим такой вопрос меня просто интересует доклад судьи роберта оуна по делу литвиненко был воспринят кремлем как некая такая политическая провокация а какова реакция в великобритании и в мире на этот доклад и какие последствия имиджевые он будет иметь или уже имеет для россии и лично для господина путина узнаете моего отношения к путину принципе она не поменялась и от последнего доклада судьи который подвел итоги в расследовании в публичном расследовании делали литвиненко я самого начала считаю что путин совершил преступление еще 90-е годы в 99 году взрывы домов в москве волгодонске буйнакске это было дело рук его и его спецслужб и в последующем уже чтобы мы не делали как бы мы не пытались обратить внимание международного сообщества на то что путин делает россии это что происходит чечне нам этого не удавалось делать и последующим путин совершил террористический акт в лондоне с применением активного вещества полония в котором вот в результате этого теракта пострадали тысячи британцев и вот итог расследования и то что судья озвучил и сказал о возможности что за этим терактом стоит путин это я вас уверяю как бы российский мид или российская общественность не относилась к этому это не политическое решение в этом отношении суды великобритании они они не ангажированы они просто сами по себе и ведут и работают абсолютно независимо от политической конъюнктуры но дело в том что сегодня политическая конъюнктура сложилась таким образом что вот это решение суди тоже как бы идет общую копилку в компании против путина то есть не восприятие путина как уже цивилизованного демократического лидера или демократической страны лидера обратного ходу путину большой международный элитный клуб нет это абсолютно исключено и вот наверное вот последнее решение суда это была последняя точка международной изоляции путина да безусловно его сегодня пока он имени имеет вот этот иммунитет его никто не будет преследовать но уже такого былого отношения к этому человеку какое было там буквально за несколько лет назад этого больше никогда не повторится вы сказали что господин кадыров это проект путина и эта фигура не самостоятельная я кстати разделяют вашу точку зрения означает ли это что бориса немцова не могли устранить без прямого либо какого-то косвенного приказа со стороны путина просто я хочу вот сейчас увязать эти два момента так как за убийством бориса немцова стоят силовики это подраздели это сотрудники министерства внутренних дел и главнокомандующим войсками внутренних внутренними войсками является золото виктор золото верный замминистра внутренних дел я имею ввиду за золото по моему и это и то что за убийством литвиненков здесь тоже сотрудники фсб это говорит о том что исключительно с позволения путина верховного главнокомандующего могли быть задействованы эти эти бойцы вот вернее эти исполнители этого потому что провести операцию без ведома в загранице с использованием специальных средств это невозможно было без ведома путина и точно также провести операцию в москве по ликвидацию очень известного политического деятеля оппозиционера бориса немцова без ведома путина это тоже нельзя было допустить более того я вас уверяю у нас информация о том что готовится именно готовится физически ликвидировать физическое уничтожение немцова и гарри каспарова и что будут заключены в тюрьму навальный удальцо эта информация у нас была еще 2011 году и когда были вот такие массовые акции если вы помните которые начались на москве принципе тогдашним самыми большим самыми серьезными политическими оппонентами были вот эти именно четыре фигуры и тогда было принято когда путин прилетел в москву на два дня он провел и после отъезда путина принципе и прошла информация о том что вот двоих посадят тюрьму а двоих ликвидирует я встречался с борисом немцовым кстати есть живые свидетели вернее мы встречались осло и наши люди мы довели эту информацию и предупредили что вот готовится такая провокация сначала они к этому отнеслись ну не совсем как как бы серьезно но на второй день перед тем как нам еще расстаться путин сделал публичное заявление о том что на западе готовят или или выбирают сакральную жертву среди оппозиционеров с тем чтобы в этом обвинить путина вот тогда гарри каспаро и принял решение больше не возвращаться в россии он так и не вернулся борис немцов вернулся в россию и он посчитал что его в его уход во власть или во властные структуры это каким-то образом может его обезопасить но это не произошло двенадцатом году и в одиннадцатом году если есть вопрос да тогда необходимость отпала потому что после возвращения уже на 3 4 сроки путин еще оглядывался на запад и пытался делать какую-то какую-то положительную мину играть такого либерала демократа но да было такое время так заботился немножко о своем имидже на западе как этому будут относиться и поэтому это было отложено но когда произошла когда произошло аннексия крима в события на востоке украины и запад начал принимать жесточайшие санкции и против путинского окружения и против россии вот тогда в принципе уже стало незачем было оглядываться потому что западные лидеры уже очень активно как бы пошли блокировать путина и путинские окружения и в этом и в этот период и как раз таки были было совершено убийство немцова я не сомневаюсь в том что и за убийством литвиненко и за убийством немцова стоит крым ахмед халидович суммируя все вышесказанное наращивается напряженность между россией и турцией что скажете что война неизбежна знаете в таком в классическом понимании война между турцией россии конечно ее не будет потому что россия уже и турция как бы даже не граничит нарушение государственных границ и прочее прочее ввода войск или туда или другую или по обратно этого не будет а война интересов она уже идет в принципе идет давно и война это будет проходить в сирии которая принципе началась уже несколько месяцев назад таких каких-то масштабных военных действий между россией и турцией не будет а вот вот эта война интересов которые продолжаются в сирии она будет продолжаться до тех пор пока россия не выдохнется потому что сегодня россия визе вязалась заведомо в проигрышную войну на ближнем востоке потому что в союзничестве в союзе с башаром асадом из ираном выиграть войну на ближнем востоке с остальным миром это невозможно это заведомо провальная политика путина которая изначально она была рассчитана для того чтобы как бы выйти из дипломатического тупика в котором он оказался связи с событиями на восточном на востоке украины а в последующем теперь уже раз он вязался он должен будет все дальше и дальше втягиваться в этот процесс пока не выдохнется а сколько времени даете вот пока не выдохнется когда выдохнется я думаю что скоро потому что вот цены на нефть и экономическая ситуация в самой россии это говорит о том что вот это авантюра в сирии она не имеет долгострочные перспективы благодарю вас ахмед халидович за интересную беседу я думаю что мы с вами беседу мне в последний раз и время от времени будем с вами созваниваться ну увы по скайпу хотя конечно же хотелось бы познакомиться и лично я очень надеюсь что мы лично познакомиться саша всего доброго смотрите сотник т.в. а а Продолжение следует...